так собственники всем привет в общем получил это часть номер два потому что на меня у управляющая компания сибирский город написала заявление что мы закрыли подвалы и чердаки и требуем чтобы впредь к нам заходили все обслуживающие организации только в присутствии с представителем от собственников они конечно их это не устраивает они говорят они возмущены этим и мне я получил вот такое предписание предписание о ук сибирский город является управляющей компании многоквартирного жилого дома по адресу такому-то 9 февраля специалистами подрядной организации было проведено обследование и установлено отсутствует доступ подвальное чердачное помещение сотрудниками аварийно-диспетчерской службы и обслуживающей организации для устранения аварийных ситуаций осмотров инженерных сетей оборудования и конструктивных элементов председателем советом многоквартирного дома который является собственником квартиры 37 указанного выше дома самовольно произведена замена замков на входах подвальных и чердачных помещениях в количествах 8 штук ключи от установленных замков управляющую компанию не предоставлены я не знаю 9 февраля почему так долго вообще зачем это надо я ведь 2 февраля еще вам заявление написал и подробно сказал там что вы больше туда не допускаетесь без моего либо других жителей нашего дома ведомо нет они через неделю спустя обследовали подвалы и увидели что там замки конечно там замки вот в общем что закрыли мы от них и они вот это увидели теперь согласно статье 64 же коры собственником помещений многоквартирном доме лежат на право общедоволевой собственности общее имущество многоквартирном доме не которые они являются частями квартиры и мир это межквартирные лестничные площадки лестницы лифты лифтовые иные шахты коридоры технические этажи чердаки подвалы которых имеются инженерные коммуникации иное обслуживающие более одного помещения в данном доме конструкции данного дома механическая электрическая санитарно-техническая и на оборудование находящиеся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающие более одного помещения то есть здесь он подтверждает что это наша собственность с вами это принадлежит нам где содержится мы его купили мы его содержим в соответствии со статьей 161 жилищный кодекс рф управление многоквартирным домом должно обеспечить благоприятные безопасные условия проживания граждан надлежащие содержание общего имущества многоквартирном доме вот по поводу этого вы о сибирский город не создали нам благоприятные безопасные условия проживания небезопасные условия когда у вас не горит свет во дворе месяцами наши машины вандалы тут ходят между нашими дорогостоящими машинами дети наши в темноте ходят старики наши по темноте лазают там по льду это разве безопасно неблагоприятные вот вы нас терроризируете вы не даете нам контролировать вашу работу вы не позволяете нам делать то что мы считаем нужно мы хотели шлагбаум поставить у нам что сказали смотрите мы демонтируем его из моему что я просто так ставим мы задолбались тут наши у нас наша парковка она не была нашей хотя обслуживали мы видеокамеры когда мы вешали что вы нам скажем вы не имеете права и всячески всячески постоянно вы ставите нам палки в колеса в подвале невозможно находиться тьма кромешная техническое помещение вы сами его на называете особый режим такого вида общего мышца как подвально чердачные помещения находящийся нем инженерные коммуникации оборудования а свет нам не давали сделать надо там 12 вольт или 24 вольта спец фонарики какие-то там начали выдумывать да у нас 380 там просто фонарей у этих пучки проводов висят один уже шкаф взорвался выгорел то что там трубы идут с кранами а над ними 380 висят такие связки скрутки там это ничего это нормально для управляющей компании то что мы предложили сделать освещение надо сделать с прежде чем там навести порядок подвальном помещении оценить объективную обстановку надо свет там зер ну что куда-то манькова это это нельзя так это неправильно вот и вот благоприятное разве это благоприятный когда вы терроризируете жителей к вам житель обратился говорит у меня дома холодно вы ему что сказали на него в суд подали у тебя батареи не такие и подали на него в суд я не знаю как вы выиграли но выиграли и что сколько нервов потрачил этот человек какую обиду как вы его унизили это благоприятная обстановка по вашему сейчас вы на меня написали в полицию заявление в мвд нормально это благоприятную обстановку нам создаете я считаю что нет надлежащее содержание общего имущества вы считаете надлежащим содержание нашего имущества если у нас вот я про проводку я уже сказал в подвале про освещение уже сказал отмостку и сделали отвратительно она без уклонки она ровно и нам текет вода прямо в подвал с нее ливневки все дырявые что на крыше бежит людей топит что в подвале все текет затапливает нам подвал дверь у нас двери вот 4 двери входных в подъезд а вот одна только на четвертом подъезде еще более-менее дверь 4 двери в подъезд надо менять все дырявые гнутые убитые там на сварках петли переваренные там вообще все четыре двери это вот в подъезд 4 двери в подвал тоже вот такие щели по три сантиметра в холл холод неимоверный в подвале если мороз на чердак 4 двери в чердак вообще там просто из какого-то хлама из каких-то щитов там из деревяшек сколочено 4 двери наверх на кровлю вот это 48 и там 8 16 дверей и все у нас одна только на четвертом подъезде еще входная более менее 16 дверей нам надо поменять они мертвые это нормально у нас с перегородки все разрушены мусорные камеры все разрушены просто набелено там прям поверх разрушений все свистит все сквозит в лифтах холодно в подъездах холодно подъезды все убитые перегородки все разваленные какие-то бумажные от застройщика из дсп там сделаны вы сколько лет управляете до вы не удосужились эти проблемы решить остекление в подъездах ни одной форточки стеклоблоками все заложено все битые перебитые стеклоблоки фасад изуродованы это нормальное содержание дворовая территория не огорожена никак не выделена шлагбаум даже поставили половин 25 процентов нашей территории было отдано на растерзание чужим людям не знали своих границ это надлежащее исполнение ваших обязанностей и можно перечислять и перечислять и перечислять куда не глянься не глянь поэтому ничего из этого сказанного вы не выполняете вот согласно пункта 354 госстроя об утверждении правил нормах технической эксплуатации входные двери в технические подполья подвалы должны быть закрыты на замок ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда фонда у дворника рабочих и проживающих в этих домах а места хранения делается специальная надпись на двери а вы вообще кому-то на ключи давали раньше я у вас с полицией выбивал ключ это первое а второе когда я выбил этот ключ я пришел я понял сколько я бодался с вами и зря ведь двери то наши все расхлябанные раскрыты замков нет чердак есть вообще раз все распахнуто на подвалах висят три замка вообще неизвестных от одного только вывод ключ какой-то лежит в жеке и попробую возьми с полиции пытался взять сколько унижения оскорбления вытерпел чтобы у меня взять у вас ключ хотя вы обязаны это сделать гос и я на это и опирался и полицейский меня поддержив то что госстрой это прописал минстру нет я просто собственник жилья вы не обязаны предоставить доступ подвального чердача присутствует тоже но ему некогда домовым комитетом завтра будет собрание собственников и вот надо собрание осмотреть и оценить а вы с полицейской полиции я напишу на него заявление если он мне сейчас не предоставите мне ключ я напишу на него заявление на начальник а я уже разговаривал утром и мне уже утром отказали поэтому я с полиции сейчас приехал вам нужно проехать в управляющую компанию и ур-34-24 как с ним главный инженер и только полюс команды мы инженеры да я не знаю при чем тут главный инженер вы ключи ключи у вас есть а где ключи вы обязаны собственников допускать а кто зачем вы тогда с вами разговариваете кто начальник да 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 он сказал что вы наверно террорист украины поэтому как это вы просто собственник почему вам должны вас куда-то пускать то есть это административное нарушение просто он нарушает мои права минстрой прописал что прописано в минстрой что любой собственник дом многоквартирного дома имеет доступ в подвале чердачное помещение это куда угодно потому что это наша как бы общая собственность на наши деньги содержащиеся и вообще у нас дал должен быть комплект ключей свой то есть в жеке и у нас вот сейчас ну и у нас должен быть тоже чтоб вот так вас не беспокоит не ходить не искать тут пороги отбивает но вы захватили наш дом рейдерским захватом вот и не позволяли нам смотреть то как вы обслужите наш дом то есть вы против были того чтобы туда ходили а когда начали ходить вы против того чтоб мы осветили там и увидели все как на все это от вас палки в колеса так учитывая особый режим такого вида общего имущества как подвальные чердачные помещения жилого многоквартирного дома с находящимися в нем инженерными коммуникациями собственникам мкд отсутствуют правовые основания для смены замков на подвальных помещениях вы только что сейчас выше изложили что присутствуют основания чтобы что мы хозяева что мы собственники что все это принадлежит нам что даже если ключи есть ключи должны быть и у жителей то есть все говорит о том что мы это наш дом и мы что хотим то и делаем хотим закрыли мы вот скажем скажем вам вот как сказали вам без нас вам там делать нечего все только при нас будете наше имущество содержать так и будет но тут же вы говорите основание никаких не основание что значит основание основания у нас есть у нас грабили ваши сотрудники несколько раз мы их поймали с поличным они уворовывали наше имущество мы замечали не раз вандальная вандализм от ваших сотрудников шаровые краны не так стоят еще то все плюс ну короче отношение к нашему имуществу плюс мы сейчас дорогостоящее оборудование туда установили у нас есть все основания сменить замки вот ну и самое интересное на основании выше изложенного требую в срок до 21 февраля передать в ухо сибирский город ключи от подвальных и чердачных помещений а также демонтированные вами запирающие устройство то есть и мало того что я им ключи им должен предоставить еще и замки вернуть которые снял а вы вы вообще кто вы почему со своим уставом в чужой монастырь то лезете у нас договор есть с вами вы его сначала научитесь выполнять а потом уже что-то там пытаетесь просьбы надо говорить а не указывать не приказывают вы эти замки покупали то они вам принадлежат вообще нет вы хоть ломаный гвоздь купили в наш дом за свой счет нет конечно вы сюда пришли не покупать а зарабатывать на нас и выгребать только поэтому замки эти вот если вы мне чеки предоставите и что эти чеки оплатили лично вы что эти замки лично вам маньков принадлежит и вашей компании тогда мы вернем вам замки но этого не может быть и не будет никогда потому что вы ничего не покупаете за свой счет это наши замки вот и угрозы конечно же в конце в противном случае оука сибирский город будет вынуждена обратиться в надзорные органы мвд и в суд ну все как вот любят как управляющая компания но в мвд уже обратились ждем ответа ко мне полицейский уже приходил михаил олегович взял показания посмотрим какой будет ответ от мвд будет третья часть соответственно ну а потом посмотрим вызовут ли меня в суд если в суд вызову будем смотреть как будет длиться как будет протекать судебный процесс как это вы так можете прийти в чужой дом и заставить нас выполнять ваши приказы я считаю что вы этого не можете делать если вы можете это делать то вы можете все делать тогда где собственность где хозяева как нам жить то дальше тогда вы знаете я вам секрет открою мы вообще от вас можем избавиться и попытаемся это сделать по крайней мере я я надеюсь на поддержку у вас уважаемые мои соседи надо распрощаться с этой управляющей компании потому что вы уже видите дальше уже просто катиться некуда нас же судят на маше заявление пишет обслуга наша поэтому но это просто к это и рано но и вот еще вот все что он там пишет что так озаботился вот надо к ключи это же так интерес это же но особо режим режимные объекты там оборудование вот вчера пошел я собачку гулять получил это письмо пошел собачку гулять сразу первый попавшийся дом точно так же как у нас раскрытые подвалы все чердаки все стоит ну там правда дом принадлежит балон очки но балон очкины маньков они в соседних кабинетах сидят это одна контора там их не волнует ничего пусть раскрыто все будет они закрывать они хотят закрыть только от нас им наплевать на наше оборудование наплевать то там лазит что там будет лишь бы только не ходили не те которые хотят с них спросить что-то вот тогда надо закрыть да на такие замки чтоб не попали вот ладно все живем дальше ждем как будет какой-то ответ из полиции обязательно буду держать вас курсе событий угадайте где нахожусь вот просто вот сегодня же решил записать видео и вот просто пошел с собакой гулять вот дом пожалуйста открытый подвал абсолютно расскажу вам адрес я даже не знаю кто здесь управляющая компания но чё ты чувствуешь что-то маньков обычно в его стиле это так ключ 68 участок сейчас адрес скажу тут как всегда все разбитые все развалено а собаки кстати со своим собаками гуляли так это адрес вот 6 микрорайон 15 дом вот 14 дом вот пожалуйста открытый подвал открытый подвал скажите а у вас какая управляющая компания не знаете сибирский город дайте я в подъезде там у вас должно висеть если да проблема в том как он содержит наши дома с жителей судят вот там батарея а сами то не выполняют у вас подвал раскрытый стоит заходи что хочешь делай вот а вот какая у вас управляющая компания даже вот информации нету ну ладно я руки с ЖКХ посмотрю то это они сильно умные сами ничего не делают а люди ненаватые вот и двери такие же как у нас вот информации нет даже никакой ну-ка там посредине дома может быть есть все должно быть там где почтовые ящики ну я вижу уже почерк художника такие же у нас эти под видом досок объявлений просто кусок этой жестянки повешали и дорога так смотрим ну вот МКД пожалуйста Балоночкин что ж вы товарищ Балоночкин так содержите дома ай-яй-яй а ну-ка здесь здесь пожалуйста вот так же было и у нас а сейчас вдруг они озаботились должно быть все закрыто и ключики у них вот вот что и требовалось доказать а а но а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok